здравствуйте дорогие друзья заканчивается месяц у нас новый месяц начинается сегодня завершающий день месяца т.в. это начинается месяц шваб и сегодня йорцет йорцет одного очень великого человека близкого по нам по времени это раф ицхак кадури его многие кто жили в израиле его знали это ученик раби птая великий человек родившийся в багдаде это его отец был продавцом специй в юности еще он начал учиться учить каббалу и уже было понятно что он станет великим человеком когда великий раби бен ишхай принял называли бундеркинда из багдада рава кадури обычно он принимал 5-7 минут людей никто не ожидал что знаменитый раввин удивить юноше так много внимания они почти три часа просидели вдвоем и спустя 90 лет раф кадури старейший наиболее уважаемый такой каббалист святой земли рассказал грамму раввину франции что бен ишхай дал ему три благословения первое что он проживет очень долго что до самой смерти будет здоров и что удостоится увидеть машин очень много тайны учений передала во время этой встречи но хайм раб кадури не говорил об этом и все благословения сбылись раф кадури скончался в январе 2006 года в возрасте 108 лет и до последних дней жизни не обращался даже к врачам курил кстати такой бесконечно этот дешевый табак и так далее перед смертью он уже потерял сознание долго был без сознания потом пришел в себя и попросил прийти четыре самых близких ученика и сказал им следующее все что я исследовал по приходу машинка и обнаружил его имя и его имя скрыто скрыто в словах которые открылись мне 9 хешвана 2003 года я удостоился встретиться с машином лицом к лицу он здесь среди нас сказал он но он не придет и не скажет я машина ходите за мной нет его обязаны обнаружить среди скрытых а после этого народ израиля должен попросить машина ха стать царем потом он опять спал забыть его и потом очнулся и прошептал на ухо одному из учеников знаменитый вот этот код раскрытия всего но кому сообщил что дальше было мы не знаем это в израиле вообще все что связано с катуре это атмосфера тайное почитание но это не то что было когда-то это вот прямо сейчас и все это могут почувствовать на тех кто общался с катуре он был специалистом по камеям он узнал секреты каббалистические от своего учителя и благодаря его камеем были спасены тысячи тысячи евреев кстати когда-то у него спросили существует ли камея защита от онкологии он сказал что он искал но это постановление от неба и поэтому он не нашел единственно что он сказал хорошее средство уберечься от него и от других читать питунг торик то есть то что есть в каждой молитвеннике месяц шват месяц шват мы с вами сегодня вечером у нас рож ходишь рож кожи вместо сошла один день зар говорит что месяц шват это мазаль ам израэль мы должны ждать только хороших вестей это очень-очень хорошие это переход от зимы к лету это переход от небытия к жизни это это очень серьезно очень важный вразник тубе шват новый год это новогодний месяц новый год деревьев в этот день мы молимся чтобы мы потомство наше было плодовитым цветущим как деревьям мазаль месяца шват это водолей созвездия водолея этот знак ведро с водой сосуд вода это тора то есть мы еще и молимся за то чтобы ашем благословил нас стать сосудами для получения изобилия в сэфер и цера говорится о тайной книге говорится что каждому месяцу соответствует отдельная буква еврейского алфавита и одно из колен израиля и собственный знак зодиака и связаны с ними человеческие чувства символом месяца шват принято считать букву цадик знак зодиака я уже сказал водолея колено израиля это ашер чувство какое это вкус еды человеческий орган желудок то есть кроме всего это еще месяц когда надо правильной хорошо кушать вкусно кушать но получать это удовольствие не забывать сказать браку месяц шват и новый год деревьев приходится на время когда влага начинает питать почву корни деревьев приносят жизнь и поэтому еще раз говорю мы должны оживать в этом месте потихонечку с первого числа и поднимаясь поднимать основатель движения хаоситизма большим-то говорю что встреча например с человеком несущим кувшин с водой это хороший знак вот как раз и в этом месте у нас вода и обозначает тору и шват это новый год и в чине которого можно изучать тору что еще толкователи название месяца шват говорили что по заглавным буквам это чтобы объявили нам добрые вести шенит вас сэр как сурот того то чтобы нам обили вот чтобы нам всем были хорошие вместе в этом месяце чтобы не было ничего плохого брахава от слаха всего самого лучшего не забудьте сегодня расходы написано обязательно как-то отмечать